Продолжение следует... По Каширскому шоссе... Откровенно говоря, я не помню время, когда такая была свобода, такая была интенсивность. Яндекс карты показывает загруженность на единичку. Все магистрали в Москве свободны. Движение свободно. В чем можно убедиться, просматривая видео. Рассчитываю разместить несколько видео в разное время по городу. Чтобы могли оценить, насколько упала интенсивность движения. Полностью перекрыть движение в городе не получится. Все-таки это крупный транспортный узел. Но я не могу даже припомнить. Наверное, лет 20 назад. Даже больше. Лет 25. Вот такая была интенсивность. Двигаемся по Каширке. Каширское шоссе. Ролики будут небольшие. Минут по 15, по 20. Но постараюсь показать все многие магистрали. Сейчас с правой стороны будет рынок Каширский двор. Вот здание с вывесками зелеными. Вот он, с правой стороны проезжаем Каширский двор. Впереди, за тоннелем, Каширка соединится с Варшавкой. Посмотрим, оценим движение по Варшавке. Принимаем необходимые меры по защите от этой заразы. После возвращения аэрозолью, спиртом 90 градусов крепости обрабатываем руки, одежду, лицо, голову. Ну вот с правой стороны Варшавское шоссе вливается в Каширку. И дальше уже идет Варшавское шоссе. Обрабатываем себя спиртом крепостью 90 градусов. Где я взял этот спирт, при помощи электрификационной колонны удалось получить 90 градусов крепости. Можно было и 94, но тогда по времени по времени это было бы очень долго. Ну вот 90 градусов обработал руки, в одежду обрызгался, ручки, дверей. Ну стараемся как-то защищаться без нужды. На улицу не выходим. С левой стороны вот поворот к метро Нагатинская. Вот на Варшавке уже плотность движения немного повыше. Плотность повысилась. Но все равно заторов нет. Только если на светофорах. Погода пасмурная. Дорога в отличном состоянии. И разметка. И разметка и сцепление с полотном. Резина правда еще зимняя. Вот на светофоре притормаживаем. Так что если кто заинтересован в получении крепкой жидкости спирта, то обратите внимание на ректификационную колонну. Добрый вечер, уважаемые зрители. Правила этапа поединки прежние. Команды выделены на тройки. Каждый из которых возникла на тройку. На данный момент уже выгодно услышали в тройку. Это просто одна часть. Который пройдет дальше. Я делаю. Погодите. 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 Впереди Даниловская площадь. Я думаю, что мы всё на выходе стояли. Погодите. Я думаю, что мы всё на выходе стояли. 200? Не, ну для меня... 2500 за что? да только на светофорах вот так чуть дальше будет эстакада 3 транспортного кольца со стороны видно наверное будет какое там движение ну на трешке видно машина мелькают но для трешки это нормально то есть не видно чтобы там было забыла затрудненное движение да не русская площадь но тут тоже только на светофоре свободно погоди а там Жуков проезд или улица Жуков так я поел звукова а где он? а где он сиреневый? а вот что-то проезд вот с этого там жуков Субтитры делал DimaTorzok Он поворачивает Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас будет Павелецкий вокзал С правой стороны Улица называется Дубининская Видно, что и Магистрали И маленькие лодки Везде Движение Свободное Свободное На видео указано На дата 30 марта До Павелевского вокзала он не доехал И встречное движение Интенсивность слабая И попутная Не знаю куда он приехал К кому Так ну все На этом восстанавливаю Эту серию Пишите в комментариях Пожелания, рекомендации, советы Как сделать Чтобы было комфортно И информативно Смотреть видео Пишите в комментариях 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 Пишите в комментариях